Малыш, Псюша здесь? Здесь. Здесь. Шикан Хайц пришел? Здесь. Шкабганер Маша? Здесь. Аньчика Зинькова? Здесь. Алиса Паганилова? Здесь. Алиса Решетова? Здесь. Леонть и Ваня? Здесь. Карагодина Полина опоздает, она не сдает, вам, Бетя? Или по какому-то другому инструменту, не помню. Горваронский лев. Здесь. И Сайд, Ваня. Селиван, Книша, не появился. Сейчас я закрою, да, письменный Саша и Филимонову Алисе. Нет, ну вот теоретически все должны подойти, когда, получается, может Алиса подойти, Саша и придет Полина, Трое. Ну и чтобы подойдут, мы будем точек оставить, Алисе работает, да? Через формальные стульчики. В основном, конечно, мы стараемся вставать на уроки, потому что голос наш работает, наш аппарат работает, когда корпус у нас стоит, опора есть в ногах. Сразу дыхательный аппарат у нас начинает работать и больше активности в самом ребенке появляется, когда он стоит. Сидя – это такое полу... ну, состояние для отдыха, да, полуотдыха. Поэтому мы сейчас встаем, ребята, около своих стульчиков. Каждое занятие наше мы начинаем с веселой дыхательной гимнастики. Дыхательная гимнастика помогает нам что, ребята? Для чего мы ее делаем? Скажите, пожалуйста. Кто мне скажет? Для голоса. Так, оно в дальнейшем укрепляет наш голос, да? Наши связочки, дыхание помогают укреплять, да? Анечка? Для звука. Для крепкого звука, да? Потому что звук связан у нас с дыханием, да? Если у нас крепкое дыхание, активное, то и звук будет таким же активным. Дыхание – это предзвучие, это то, что готовит состояние звука в ребенке и в любом другом человеке. Поэтому дыхание – это как часть звука считается. Вот. И поэтому мы легкие наши укрепляем, развиваем, делаем активными. И вот так будет веселее. Ну, ладошки, да? У нас упражнения ладошки. Мы не все упражнения покажем, чтобы можно было все по чуть-чуть вам рассказать. Поэтому вот начинаем с ладошек, да? И... Отседает шумное дыхание и воротовое. Хорошо. Это дыхательная гимнастика пострельниковой, если кто-то знаком с этой гимнастикой. Вот отсюда идет эта вся база. Ничего особого мы не меняем. Просто добавляем какие-то игровые моменты, чтобы детям было более понятно, что нужно делать. И все. Конечно, она очень эффективная. От добра-добра ничего не ищем. Здесь очень все прекрасно создано. Следующее упражнение покажет упражнение «Обмени плечи». Исходное положение. Приготовили. Начали. Шумный и короткий формы. Отседает дыхательная гимнастика. Шумный и короткий волос. Вот при этом каждый день на свежем воздухе. Делаем дыхательную гимнастику. Упражнение «Насос». Какое исходное положение, ребята? Правильно. Чуть-чуть у нас округленная спина, ручки внизу. И мы мысленно что делаем? Накачиваем. Насос. Ну, накачиваем шину или что-то, да? Приготовились. Начали. Хорошо. Выпрямились. Опять плечи подтянули. Мысленно вытянули себя за макушечку. Сразу позвонок не встает у нас на место. В ногах опоры. И мы покажем еще одно из всего комплекса нашего упражнения. Упражнение «Поворот». Очень эффективное на диагональное дыхание. Активное. Приготовили исходное положение. Мы его прозвали с ребятами упражнение «Киска», да? Есть такое? Есть такое. Проходите, пожалуйста. Сейчас мама сядет. Ксюша, исходное положение. Приготовились, Алиса. Начали. Поворот. Крепче поворот. Вдох. 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 Опять. Опять. Хорошо. Дальше мы с ребятами занимаемся всевозможными дыханиями, как мы сейчас сделали, гимнастиками, связанными с артикуляцией, дикцией, с мимикой и непосредственно с звукообразованием. По чуть-чуть из каждого комплекса мы вам тоже покажем. Показываем гимнастику для языка, да? Что у нас умеет делать язык для того, чтобы у нас буковки все проговаривались очень хорошо, мы разминаем наш язычок. Покусали. Пожевали. Вот так, побыстренько мы. Футбол пограли. Крусерку сделали. В другую сторону крусерку сделали. Да? Да? И язычок наш. Туда-сюда, туда-сюда. Туда-сюда. Разминаем. Спрятали язычок за верхнюю губу. Спрятали за нижнюю губу. Надню еще погоняли воздух. Хорошо. Молодцы. И подсобка теперь лошадкой, да? Долго-долго. Лошадка быстро бежит. Быстро-бстро-бстро-бстро-бстро-бстро-бстро-бстро-бстро-бстро-бстро-бстро-бстро-бстро-бстро-бстро-бakis. А теперь медленно я веду старую лошадку. Заснул лошадку. Проснулась и опять побежала. Хорошо, молодцы, умнички. Дальше мы работаем с ними, с крепкой нашей диафрагмы. Диафрагма, где она живет? Ну, покажите. Вот она, где наша помощница в звуке, да, чтобы звук наш был крепким, напоет, да, и было на что упереться нашему звуку. Самое главное, садись сюда. Помощница у нас это диафрагма. Ну-ка, скажите, как называется помощница наша? Диафрагма. Очень хорошо. Проходите. Ну, вот сюда можно. Так, и для того, чтобы нам ее укрепить, мы берем какие буковки на молоточке? Хорошо. Ну-ка, молоточек наш. Курпус. Попробуйте, как работают ваши диафрагмы вместе с детьми. И убедитесь. Поменяем булочки местами. Буковка. Хорошо. Дальше мы соединяем гласный звук и вот этот активный, согласный звук. Для чего? Потому что в песнях очень часто заканчиваются слова на вот такие согласные звуки. И у нас там провалы. Котенок, щенок и так далее. Ну, вот это вот масса таких мест, с которыми мы сталкиваемся в репертуаре разных возрастов. И эти провалы потом уже прям дают о себе знать. Поэтому в таком возрасте очень часто мы делаем такие упражнения. Берем гласную и замыкаем ее на кулачок, на согласную. Ак-ок-у. Видите, да? Ак тянем, замыкаем крепко. А-к-ок-у-к. Еще раз. А-к-ок-у-к. Хорошо. Теперь замкнем на букву т. Да? Такие слова у нас тоже очень часто встречаются. Гласные оставляем те же. А-к-у-к. Ну, пойдем. А-к-у-к. Тут очень важно, чтобы дети двигали руками. Где есть звук, уже движение и время, мы должны ощущать это движение и время и руками тоже. Им будет так легче вынуть из природы вот это свое движение, привнести его в звук. Хорошо. Еще мы работаем с ребятами над шипящими согласными, которые очень тоже важны в произношении текста, в песнях. Мы работаем с какими вам согласными? Ребят, подсказывайте. Крепкая буква. С. Хорошо. Еще какая? А-а-а-з. С. Хорошо. Вот такие жужжащие, звенящие буковки, которые дают нам тоже крепкое ощущение энергии звуковой. Это очень важно. Мы делаем это комбинированное упражнение. Тянем долго согласно, потом молча они должны прекратить звучание, фонация прекращается, открывается рот в тишине. То есть, заодно у нас учится открываться рот, потому что это проблема у всех детей, открыть широко рот. Представляем себе вот здесь вот петельку, да, тут пугучку. И открыть широко рот, зафиксировать открытый рот, это очень сложно для детей в первом этапе развития. Потому что мы привыкли все, что закрывать, 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 закрывать. А тут надо наоборот, открыть, открыть, открыть. И это не всегда получается быстро, но мы учимся, мы стараемся, да, покажем. Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж. Застыли? Удивленно. Буквка З. З-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж. Застыли? Уделись, удивлись, удивлись. Хорошо. И буквка С. С. И сложно букву, подтянуть букву В длинно. В-в-в-в. В-в-в-в-в-в. В-в-в-в-в-в-в-в-в-в. Молодцы. Дальше мы переходим с ребятами с упражнением в голосовых регистрах. Регистров у нас в голосе четыре. Это штрубаз, грудной регистр, головной регистр и свистковый регистр. Мы с ребятами работаем пока в трех. Четвертый, свистковый, мы пока еще щупаем. Так что мы активно в нем не работаем, потому что связочки еще маленькие, не такие, так скажем, упругие. Можно навредить, так скажем. Но в трех регистрах мы с ними работаем, да. Основной это грудной и головной, и штрубаз немножечко, да. Штрубаз, ребят, скрепим. Чтобы на штрубаз третий правильный, давайте поджим. Хорошо, молодцы, застыли. И вот в таком положении мы скрепили. Спасибо. Вот этот регистр называется штрубаз. На нем не все работают, но методика, в которой я работаю, она предполагает работу в этом регистре. Это очень укрепляет наши голосовые связки, укрепляет диафрагму, воздушный стоп дыхательный, потому что утечка воздуха здесь происходит очень мало. То есть мы запираем звуком дыхание, а это то, к чему мы должны прийти. То есть они должны... звук, звук это не выдох, а звук это совершенно другое состояние. Это как продолжение вдоха. То есть вообще звук, это вот мы должны ощущать, и мы запели, да. Это ощущение вот такого озвученного дыхания, можно так сказать, да, озвученного вдоха. А вот штрубаз тренирует, чтобы связочки были в тонусе и запирали как раз воздушный воздух, потому что утечки воздуха практически нет. Вот на этом регистре, кстати, буддийские монахи там тренируются, если слышали когда-нибудь вот это... Вот это вот так вот идет, все из глубин, то есть по природе это все наши звуки, которые мы можем развивать. И мы сейчас покажем... Алиса, пусти эту юбочку. Упражнение небольшое на связь теперь штрубаза, переход к грудному регистру. Мы... упражнение у нас волны, помните, ребят, да, три волны, или сказку мы как-нибудь рассказываем с вами, да. Переход от штрубаза уже к звуку, к грудному регистру, да. Приготовили ладошки. Поехали. Первая волна издалека. Ау. Ау. Хорошо. Молодцы. Вот мы соединили штрубаз и наш уже звук приводный, да. И теперь мы до того, как мы начинаем фиксированно работать со звуком, то есть точная высота звука, мы еще делаем безвысотную голосовую гимнастику, которую, как вы знаете, гимнасты растягивают, растяжки там делают. Вот у нас в связках тоже есть такая возможность прокачать, так скажем, не фиксированно в темперированном строе наш голосовой аппарат, а все нюансы вытянуть между тонами. Все-все-все, ну сейчас поймете. Хорошо, за мной повторяем след в след, да? Она одновременно и интонационная, и голосовая гимнастика. И они учатся разной интонации произносить, то есть вопросительные, утвердительные, какие-то еще там нюансы, оттенки, состояния наших. Можно и голос привнести. Корректор А.Кулакова Важно очень, когда мы ставим акценты на разные слои, тогда они с разных сторон и интонацию это прощупывают, как можно. Ну давайте пограем вопрос-ответ на разные... Ничего страшного нет, что разговаривать во время урока. Один вопрос, другой ответ. Вопросы разные могут быть, ответы также разные. Разные слоги, разные гласные. Давай, начинаем. Ау? Ау? Да, то есть мы надо попросить на Атанасию и на Атанасию утвердительно. Вопрос-ответ. Ау? 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 Выпросить на Атанасию и утвердительно. Ау? 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 Ты когда кого-то спрашиваешь, ты смотри на Машу, ты с ней общаешься. Давай еще раз. Ау? Ау. Хорошо. Вопрос-ответ. Давай, давай. Катя, вопрос-ответ, Алиса. Катя. Алиса, вопрос-ответ, Алиса. Катя. Катя, вопрос-ответ. Вопрос-ответ, все вместе. Вау. Вау. Ну, вот такая у нас разминочка. И теперь фиксируем на тон. Давайте субмажор наш любимый. Прождение ветерок. Да? Все показываем руками. Движение звука, движение рук. Вдох. Субмага. Вдох. Вдох. Крепче, крепче. Матюхочек, крепче. Присуйте. Вдох. 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 Хорошо, ребята, скажите, а вот сейчас вот звук был отрелистый или наоборот слитный, длинный? Слитный. Да, слитный, длинный. Как это называется в музыке? Вот если отрелистый, то это стакката, а который стакката? Легата. 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 Хорошо. Давайте теперь для сравнения споем, как у нас голосочки умеют петь истакката. И возьмем мы для этого разные гласные, например, И, А, КО. А что у нас будет ротик делать на И? Покажите. Да, куда у нас пупки идут? В сторону, да? А на А. Рот какой? Круглый. Круглый, хорошо. На О. Тоже круглый. Тоже круглый, но не такой большой, как на А. Вот за этим нужно следить. Это называется правильная артикуляция. Ну-ка скажите, какое слово? Артикуляция. О, какое сложное слово, но надо с ним подружиться. Приготовились. И у нас будет улыбаться. А у нас будут ручки наверх. А О, у нас будет скромняшка. Вот такая вот, как солнышко. Да, приготовились. А где он летки? Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-а-а-О. Господи. О. А точечки в животике отражаются. Ай-ай-ай-ай-ай-а-а. Хорошо. Ну и в следующем упражнении давайте соединить. Покажем нашим зрителям, как мы умеем соединять звук стакката в голосе и звук слитной регата. Возьмем упражнение. Голочка с ниточкой. Помните, мы делаем с вами такое? Да? Помните, да? Хорошо. И показываем все руками, рисуем. Где у нас точка, где у нас дыхание, а где красивые линии. Придумайте, что мы можем такими штрихами нарисовать с вами в голосе и руками, да? Все что угодно. Вот вы сейчас подумайте и мне все покажите. На лицах у нас красота. Никто не устал. Все, вдох. Тоненький звук. Тянется звук. Тянется звук. Тянется звук. Стоп-стоп. Следите за тем, чтобы ротик у вас на а открывался. Если дверка закрыта, разве может кто-то в нее войти? Надо открывать ротик, да, для того, чтобы звук вышел, да еще и красиво, показал себя, да, на сцене. По два человека это упражнение приготовились. Гребко, звонко, тоненьким звучанием, надыханием и с рисунком рук. Поехали. И, а, и, а, и, а, и, а, и, а. Следующие два человека, пожалуйста. И, а, и, а, и, а, и, а, и, а. Только ручки не забывайте. Ну-ка еще раз с движениями рук, хорошо? Вот голос должен почувствовать, как он двигается. И рука должна помочь ему. Ну-ка давайте с движениями. И, а, и, а, и, а, и, а, и, а. Застеснемся. Молодцы, умнички, хорошо. Дальше, пожалуйста, Лев и Маша, пожалуйста. Ручки что делают? Что-то прямо стерялись совсем у меня. Ну, это же Маши все родные, все знакомые. Поехали. И, а, и, а, и, а, и, а, и, а. Ну вот, прекрасно, замечательно. Вдвоем, пожалуйста. И, а, и, а, и, а, и, а. На, а, щелочке только обратно ставлю, да? Алиса, и, а, и, а, и, а, и, а. И, а, и, а, и, а. Молодцы, только немножечко посмелее надо было. Посмелее, за стесняшки. За стесняшки у меня какие. Хорошо. Ну, давайте губки наши потренируем и язычок. Хорошо. Хорошо. Поехали. Крепкие губы, крепкие язычок. Хорошо. Хорошо. Еще мы очень любим с обятками упражнение на октаву. Алушку мы ее называем, да? Есть такое? Алушка. А-а-а-у-у-у-у-у-у-у. Ну, вот, наше любимое. Что мы представляем, когда мы поем это упражнение? Тут уже на развитие диапазона мы берем октаву, соединяем регистры грудной и фальцет регистр высокий, который мы сейчас с вами пели в нем. А что мы представляем, когда поем? Гуру, да? Помните? Рисуем? Все устал что ли? Это что такое? Сочи все? Так, ну, встрепенулись, уши потерли, щека все побили. Так, нормально. Ну, может чуть-чуть, да. Ау, поехали, до. Еще чуть-чуть. Два-дри раза вниз. Одна раз. Опять за носок в гору. Еще. Два. Ну, последний раз, скоро. Ну, хорошо. И покажем звукоряд. Сначала с названием нуточек с нашими ступеньками, а потом по кругу ручьев звуковой. А вы покажем нашим зрителям? Покажем. Приготовились сначала все вместе. Звук, звуковой ручеек, он еще всегда детям нравится. Задача добиться непрерывности перехода от одного звука в другой, чтобы они почувствовали движение и взаимосвязь звуков между собой. В своем коряде. Да? Приготовились, я начинаю. Мы как будто ручеек переливаем друг к другу. Давай я тебе, а ты уже погоди. Покажем. 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 Готовим. Покажем. Покажем. тянуть иногда как погуще тянуть, чтобы получалось у нас красиво. Хорошо, ну вот это вкратце те самые направления, в которые мы работаем на каждом занятии, но где-то чуть всегда прибавляются какие-то нюансы, оттенки, это уже, ну в целом, вкратце мы вам показали, что мы занялись. Теперь мы на сцену встаем, да, на сцену встаем. Так, вот эти вот тучи давайте вперед, вперед, чтобы вам было видно их, не закораживайте. Так, а мы учились строиться? Мы учимся строиться с ребятами в шахтах и порядке. Вот этот порядок, в котором происходят все коровые выступления. И мы уже стараемся в нем стоять. Что у нас за куча молодых? Почему здесь направо? Давайте, я встала на машину, на этот порядок, вот с мулять, смотри. Нам проют это еще, не будет. Вот так, красиво, а я вот в стороночку так отойду, чтобы не загораживать. Зрителям красивых ребятишек, да? Девчонок и мальчишек. На ступенечку чуть подальше, смотри, пусть он не для Бога подошелся. Ланечки у нас. Угу? Настроение. Прекрасно. Первая песенка «Ручи». Помните? Да. Как мы будем петь? Задон. Преимен. Все бежит, бежит, ручей, все спешит, не спит ночей. Песня «Ручи» Песня «Ручи» Песня «Ручи» ПЕСНЯ 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 А вторая? Про КОВО? КОТЕНКО Что так с КОТЕНКОМ случилось? ПЕСНЯ А кто помогал в КОТЕНКОМ? ПЕСНЯ ДЕВОЩКА ДЕВОЧКА И КОЗЛЁДКО Давайте по-подолгу её расскажем об этом нашим зрителям Начали Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон.